Добрый день! Сегодня анбоксинг и это пирамидка. Бюджетная пирамидка. Заказал я за компанию с какими-то другими головоломками и еще не вскрывал. Это реально первое открытие. То есть какие-то топовые скоростные модели я обычно тестирую, прежде чем видео снять. Тут же будет все как есть. Срезаем скотч. И открываем. Я заказывал пирамидку в цветном пластике, но продавец по ошибке прислал мне в черном. Такая прозрачная упаковка. Мы видим, что мелонг производится в черном пластике, белом и цветном. Видимо, я первый поправшийся. Пирамидка настолько дешевая, что я даже не буду никаких действий предпринимать по поводу того, чтобы мне прислали какую-то другую пирамидку. Если сильно захочется, я просто закажу новую, а это куда-то дену. Ну, здесь такая вот инструкция. На китайском и на китайском. Ничего интересного. Такая вот, типа подставочки. И вот сам вкладыш, который есть в коробочке. Ну, упаковочка похожая, как у киломинкса была, от мелонг, и ради-минкс похожие. Внешне здесь логотип Кубинг Класс Ром. Такие более-менее стандартные цвета. И вращение достаточно легкие, но пирамидка очень сухая. Достаточно быстрая. Знаете что? Я что-то здесь не чувствую подшипников. Здесь нет подшипников. Я реально сейчас вот первый раз открыл пирамидку. Я не вижу здесь подшипников. Либо здесь как-то механизм фиксации где-то спрятан. Но его я не вижу тоже. Хотя вот какая-то фиксация есть. В общем, фиксация где-то здесь вот в среднем положении. И там, где нужно. Так, пирамидка очень сухая, поэтому я сначала ее смажу, а потом продолжим. Я немного смазал пирамидку, вращение стало получше. Но, честно, пирамидка какая-то странная. Меня очень порадовали кубики серии Mi Long с 2 на 2 по 5 на 5. А это что-то меня даже как-то удивляет. Я достал вот уже две пирамидки, прямые конкуренты. Это Yuxin Little Magic и YJ Rui Long. И вот, по первым впечатлениям, YJ Rui Long хуже, чем обе эти пирамидки. Возможно, я чего-то не понимаю. Я недостаточно хорошо собираю пирамидку. Вот, похвалить здесь могу вот уголки. Тут хоть нет подшипников, я не понял, что здесь за система фиксации. Но они как-то вот комфортно фиксируются. То есть на том же Yuxin'е они как-то слегка туховатые были. Техолки. А здесь вроде бы удобно. Какая-то она, даже после смазки, все равно суховатая. Ну, не знаю. Честно, я прям так сразу не стал бы рекомендовать эту пирамидку. Когда у нас есть Yuxin и Rui Long. Да, тот же Киминг или Чиминг от Мафанга. Вполне хорошая пирамидка. А это отсутствие фиксации. Она, конечно, фиксируется, но только за того, что элемент становится на свое место. И как-то здесь слегка усилие здесь появляется. Фиксируется. Возможно, этого достаточно. Не знаю. Если мы возьмем тот же Rui Long. Вот так сдвинем. Мы видим вот здесь вот этот подшипник. Если мы возьмем Yuxin. Видим подшипник он там. Он есть. Если мы возьмем Mi Long. Мы не видим подшипника ни здесь. Кроме, я не вижу. Ни там. Ничего нет. Нигде. Да и на уголках тоже нет. Разобрать ее разве что. Так она вращается. Но, мне кажется, как-то медленно. То есть, если мы принудительно вращаем. То, возможно, здесь быстро ТПС можно развивать. Хотя вот на том же Rui Long. Оно как-то все комфортнее делается. То есть, подшипнички как-то помогают вращать. Я молчу про магнитные пирамидки. Там все летает. Если с бюджетными сравнивать. Больше ли эта пирамидка мне понравилась, чем вот эти две и тот же Кимин, который мне сейчас лень искать. Нет. Не больше. Возможно, обладатели этой пирамидки меня в чем-то поправят. Она бесспорно наверняка подойдет для первой пирамидки. То есть, для обучения, сборки. Но пирамидки не такие дорогие, чтобы как бы на них экономить. В принципе, есть там та же E-Long пирамидка. Даже она, наверное, неплохая. Не знаю, пока не покупал. Наверное, не буду. Но это что-то вот как-то меня расстраивает. Я думаю, сейчас ее, не скрывая заранее на анбоксинге, похвалю очередной раз. Но что-то нет. Возможно, я уже разбалован хорошими головоломками. Но как-то пирамидка так себе. Надеюсь, что я ошибаюсь. Какая-никакая фиксация все-таки есть. Даже нет желания крутить на ней сотку какую-то. В принципе, вот так вот быстро. Звук по погремушке. Но легкая. Очень легкая. Mi-Long. Все легкие пирамидки. Есть вот фиксация вот именно в этом моменте. Но здесь вот нужно приложить некое усилие, чтобы сдвинуть пирамидку. И она как-то прямо сама докручивается. А здесь легко она так сходит с места. И сам до конца ее доводишь. И тут она чуть-чуть фиксируется. Не знаю. Я видел какой-то ролик. Сейчас его где-нибудь в углу приложу. Отмою рекламный. Что-то там много всего. Ну, если она в цветном пластике, там такое же. Это слегка матовое покрытие должно быть. Но что-то не впечатляет. Не буду хвалить. Все на этом. Так себе пирамидка. На этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok